Всем привет-привет! Так светит солнце, что искала долго вообще место, как я могу снимать видео, чтобы не щуриться. В общем, я приехала в Глокбастер к нам, всё-таки хочу посмотреть, попробовать попасть в Икею. Я не знаю, какая там будет очередь, она сейчас у нас электронная, и сколько мне придётся ждать, я вообще без понятия. Я решила так себя отвлечь и, в общем-то, посмотреть, что там интересненького есть, может быть, что-то даже купить. Надо сначала найти, где тут вход, я вообще без понятия. Я возле входа 3 в Глокбастер, мол, не знаю. Сейчас буду искать, но и уже покажу вам, посмотрим, если мы вообще попадём туда сегодня, потому что я точно не намерена ждать несколько часов. Если будет возможность в течение часа попасть, я буду ждать. Если нет, то, конечно, поеду домой обратно. Что вам сказать? Вообще никакой очереди, здесь ничего не было. Я просто вошла и всё. Так что? Ну что, будем смотреть. Я взяла себе такую штучку, чтобы в руках не таскать. Ну, тут, конечно же, готовые комнаты, прикольные идеи. Можно смотреть сразу себе, подобрать какие-то интересные аксессуары, увидеть, как это всё смотрится. Вот такой вариант рабочее место. Ну, это согласно, да? Тук-тук, можно к вам в гости. Так, вроде, всё минималистично, но очень-очень симпатично смотрится идея смарт-квартира. Сразу вам гостиная, сразу минималистичная кухня. И здесь у нас типа гардеробная. Класс. Ящички. И я. Сегодня я так по-домашнему. Вот это классные корзинки. Смотрите, по 149 гривен. Для цветов. Мне нравятся. Есть ещё вот такие вообще плетёные. По 109. Чуть побольше. Так, что у нас ещё здесь есть из Кашко. Ну, вот беленькие, да? Я помню, когда у нас ещё Икея была только в таких магазинчиках-посредниках, я покупала себе для кисточек вот эти вот. У неё вот такая есть, поменьше. Корзиночка. Стоят они 49-109. В общем, такие вот цены. Вот, 199 гривен. Такой вот горшочек с розами. Вот эти классные, кстати, наборчики. Они по 149 гривен. Это красиво. Вот можно поставить где-то на полке. Вот они смотрятся, посмотрите. Добавят какого-то уюта. Так. Орхидеи я предпочитаю живые. Но, как вариант, в офис куда-нибудь поставить тоже неплохо. А вот есть подставочки. Вот такие вот для свечей. Блюда. 329 гривен. Здесь их несколько. Три штуки. Одно большое, вот такое они, длинное. И два квадратных. А сколько такой набор стоит? Зачонки, не вижу. А, вот, 49 гривен, 5 штук. Слушайте, ну, что вам сказать. Прикольно. Может быть, взять себе. Я люблю свечи. Вот так на стол поставить даже. Прикольно. И вот есть большой сразу набор свечей. Вот свечки. Ммм, как вкусно пахнет. Это пахнет ягодами. Так, это что-то у нас ванильное, походу. Ванильное. Больше махимузы пахнет. Вот ягодные прикольные. 69 гривен. Вот такие свечки. И здесь вот есть поменьше вишни. По 29 витрагне. И наборы можете любить почему. Так, что-то взять себе. Ой, вот это кофе обалденно пахнет. И ягоды. Есть еще зеленые. Мы сейчас с вами на этих свечах зависнем. Еще столько всего. Так, а это... А, это, кстати... Это просто включается. Там лампочка. Смотри. Так, вот эти по 29 гривен, маленькие свечки. Эти 149. Есть наборы. 349. Но у многих я сделала вот этот набор. Он стоит 499 гривен. Тоже очень красиво смотрится. Я боюсь, что мы с вами сегодня во влоге весь магазин не обойдем. Вот. Потому что получится влог на 3 часа. Хочется все вам показать. Девчонки, кто в России, я вас понимаю. Для вас это не в диковинку, не в новинку. Но у нас открыто только-только вот пару недельок. Поэтому для нас это прям, знаете, зайти все вживую, потрогать что-то необычное. Все, вот здесь вот есть блюдо. Я поэтому больше даже для наших девочек снимаю. Кто не видел, кто не попал еще. Но я вам хочу сказать, что в будний день уже без всяких электронных очередей вы можете спокойно зайти. Вот вообще легко. Я думала, что будет какая-то очередь. Я даже... Вообще на входе просто свободно. Так, это фрам. Смотрите, вот такой кухонный набор из 4, да, с 4 позиций. 249 гривен. Дальше. Из трюки. 700. 900 гривен. Вот так, а вот этот наборчик, по-моему, я хотелось себе взять. Вот щипцы, лопатка. Он, по-моему, стоит там чем, что? 39 гривен, девочка. Смотрите, набор щипцы. Вот такая ложечка и лопатка. Вот это я точно беру. Здесь очень много сковородок, но я вам скажу, что у меня такая дебильная плита. Во-первых, там надо, не помню, какой она размер. И она у меня же там индукционная. Короче, не все сковородки подходят. Если я чуть-чуть с размером, то уже не угадаю. А мне сковородка нормальная очень нужна. И я вообще в замешательстве. Я вот взяла бы, вот смотрите, такие есть две сковородки. 220 гривен и 230 гривен. Прикольно. Большая и маленькая. Вот эта большая, она... Ну, короче, у меня комфорта меньше. Ну, что, она может не принять ее. Вот что-что в квартире, конечно. Но эта комфорта, плита у меня ужасная. Нормальная, нормальная, не купишь для готовки. Ну, вот, хорошие сковородки. Хочу брать. Я реально взяла бы, что сковородочку себе. Она большая, мне вот эта вот, которая... 26 миллиметров, по-моему, не подойдет. Мне надо меньше, по-моему. Это еще очень классная штука. Это пресс для картошки. Делать это, которая... Стоит она 329 гривен. Я потом вам все покажу, что я куплю. Это уже, наверное, отдельным влогом. Потому что тут мы не уместимся. Боюсь, что будет слишком длинное видео. О, чеснокодовьёка, кстати, есть. Тоже нужная вещь. Классности. Мне очень нравится. Смотрите, как классно. Такой лофт-вариант. Это вообще манюшечка. Смотрите, органайзеры. Такой 24 на 17. 1889 гривен для хранения специй, либо в ванной комнате. Потому что тут обычно покажу, что у тебя есть побольше. Побольше, без меня, чем 42 гривен. Это моя любимая часть. Ванной комнаты. Так, патажерочки. 1400 гривен. Вот я включу, кстати, в ванную комнату. У меня там, конечно, места немного. Но мне... Если бы была без колес, я бы себе взяла. У меня там есть ниша небольшая. Куда может встать полка и решить все мои вопросы. Но мне нужна без колесико. Я вот не знаю. Если я найду, я возьму себе. 149 гривен полотенце для нас. У меня было такое, кстати, с ножками. Прикольно очень. Я люблю, чтобы на полу, когда ты выходишь из душа, чтобы было постелено полотенце. У меня есть какой-то функционер в этом направлении. Хотя у меня там лежит коврик. Но мне всегда кажется, что он грязный. Хотя это не так. Мне всегда хочется постелить полотенце, и я его стелю. О, вот классный. Смотрите. Патажерочка тоже узненький, но можно в маленькой ванной комнате разместить. Это 250 гривен. И есть прозрачный. Вот это классная штука. Такой стоит 199 гривен. Можно средство для мытья посуды, например, сюда перелить. Либо мыло. Ну и есть вот такие непрозрачные. Тоже. Я нашла стеллаж, который мне подошел бы в ванную комнату, в нишу, про которую я вам говорю. Но он высотоват. И я вот не знаю. А если, например, мы же его сами собираем, если его, например, без одной секции собрать, тремя, мне бы тогда подошел, я даже не знаю, 250 гривен. Вообще просто идеально. Здесь организация хранения. Разные боксы. Вот эти вот кольца для шарфиков, галстуков, поясов. 119 гривен стоит. Так. Дальше кофры. Смотрим. Вот эти классные боксы. Ну и так уже приличненько стоят. Хороший вариант прятать куда-то в кровать, да? Сезонные какие-то вещи, либо пастельное белье. Боже. Кто сказал, что темная комната, это не красиво. Посмотрите, как круто смотрится. Просто космос, что можно сказать. Есть более нежная спальня. Например, вот такая. Сразу идея для ремонта. Вот такую кровать, кстати, хочет моя Катя. Какой тут размер, размер кровати, по-моему, да, то, что надо. Вот такую кроватку мы смотрели. Вот. Ну, шкаф 10 тысяч. И вот такое рабочее место смотреть, это здорово. Для молодой девушки. Мне кажется, отличный вариант в комнате. Так, это у нас прихожая. Это для... Ну, почти для парня. Хотя тут, ну да, однозначно для парня. Как вам? Светлая комната. Ну, это классика, да? Тут как бы не прикопаешься. Все красивенько, нежненько, ненадоедливо. Тут для комнаты с малышом, например. Маленькая ванная комната. Деревянные боксы для хранения. 250 гривен. Это подороже, 450 корзиночки для всего. Вот цветок для хранения чего угодно. Видите, она вот так вот достается. И можно сложить в таком состоянии и держать. В общем, сколько таких вариантов на Алиэкспрессе я видела. А здесь она стоит 300 гривен. В общем, можно цветочек поставить туда, если что. Я подобралась к постельному белью. Комплекты. Видите, в Икее отдельно продаются простыни. И все они идут на резинках. И отдельно идут пододеяльники и наволочки. То есть вот есть наборы пододеяльник и одна наволочка, например. Да, написано вот. Или идет уже сразу в наборе с двумя наволочками. Ну и, конечно, разный размер. От размера зависит стоимость. Вот я смотрю, что вот такие вот прямо цветные. По такой более доступной цене. Да, 300 гривен с одной наволочкой. С двумя 400. На 100 гривен. И там есть белые комплекты. Вот тут красивые бежевые такие. Ну, чем больше цветов, тем решение, кстати. Чем меньше, тем дороже. По 500, по 1000 даже есть. Это 150 на 200. А 200 на 200, конечно, соответственно, идет дороже. Так, целый отдел. В общем, лампы настольные. Я реально уже шла на выход. И думала, я все посмотрела. Еще расстроилась. Думаю, как-то тут мало всего. Нет мебели, а мебель вот. Но всю мебель нужно заказывать, ребят. Хотя, когда вы что-то говорите на заказ, как-то там доставка домой, она оправданная. Хотя, ну, 700 гривен, что-то понимали, стоит. Поэтому не имеете в виду. Вообще, я в шоке, потому что я собиралась идти на кассу, ребят. Реально собиралась идти на кассу. Я этого всего не видела. Думала, что все, уже посмотрела. О, тут же штаб симпатичный, как тут детский отдел. Кроватки. О, это то, что интересно, да. Детские комнаты. Все такие игрушечки, постельки. О, вот кровати мне нужно глянуть. Сейчас гляну. Так, кровать. Вот это вот мне размер такой нравится. Пять. Пять шестьсот. Насколько я поняла, да. Это темная. Хочу, потому что у меня хотела кровать железная. Так, а это чехол. Это чехол. Понятно, сколько четыре. Смотри. Постелька, смотри, слушайте, почему здесь подушки такого размера, все 50 на 60. Я из-за этого постельное белье не взяла, потому что у меня подушки, по-моему, 40. На 70 мы такими пользуемся. Вот. Ну, вот эта постелька красивая. Видит, еще можно так совместить с красным. И белье. Вот, если бы с бежевым. Ну, вот что там? Как вам там детские вот такие покрывали? Ну, ладно, мне детская совсем. Прямо и надо. Тут красивые светильники. Лампы. Я уже, честно говоря, устала ходить. Надо уже двигаться на выход. Спасибо.